Продолжим тему краснодарских электричек Уже было видео о коротких маршрутах Все электрички в Краснодаре, как уже раньше говорилось, называются ласточки Но они отличаются по длине проходимого расстояния И по особенностям покупки билетов То есть если на короткие маршруты, то покупается билет на электричку без паспорта Там все равно будет написано, что это ласточка Но она будет проезжать много остановок Если же на длинный маршрут, например из Краснодара до того же поселка Лазаревская То здесь уже немного другие порядки Покупается билет по паспорту Вносятся паспортные данные Можно покупать и с помощью банковской карты Называется тоже ласточка С классом обслуживания эконом То есть самая обычная электричка С местами, места сидячие И естественно на эту электричку будут продаваться билеты с местами В отличие от тех же ласточек, которые ездят до поселка На более короткие расстояния Там занимаются места, которые свободны Здесь же уже места прописываются Так как расстояние длинное В пути, например электричка Краснодара Лазаревская ласточка Составляет три часа И поэтому здесь сразу приходится покупать места Единственное, что рекомендую Данные билеты на такие расстояния покупать заранее Приходить за несколько часов до отправления электрички Потому что если будет это все сделано в спешке То будут произведены также и ненужные действия с вашей стороны Как например Покупались билеты с Краснодара до Лазаревского И тут была включена также страховка То есть о ней никто ничего не сообщал А просто сразу кассир туда впечатала в билет страховку За один билет страховка еще прибавляет 100 рублей К стоимости билета То есть если вас много То и считайте сколько вам добавится по 100 рублей на каждый билет Вот стоимость проезда с Краснодара до Лазаревского Для справки 554 рубля То есть в билете будет указано и отправление Во сколько времени он отправляется с вокзала Краснодара Сам по себе вокзал очень такой с наплывом посетителей Очень много машин в Краснодаре Практически не встанешь Есть отдельная парковка Парковка тоже идет там по карточкам Перекрывается шлагбаумом И рассчитана на определенное количество времени Потом когда если выезжать на машине Из Краснодарского вокзала То обязательно карточка возвращается в терминал В общем вокзал очень оживленный Переходить надо очень быстро на пути И в билетах также будет указано и время прибытия Это что касается билетов из самого Краснодара Если же брать билет в поселке Лазаревское Тут уже обстановка поспокойнее Практически нету наплыва людей И можно все заранее посмотреть На какое время интересует И как добираться Когда решите, например, ехать Заранее это можно посмотреть Почитать на том же сайте И выбрать себе время И естественно прийти Заранее до отправления электрички Спросить на какое время Так как тут тоже будут места Например, хотелось взять Билет на 12 часов И когда приходил, спрашивал Что если на 12 часов Такое время отправления То мне самое раннее рекомендовали На пол третьего На 14.30 Также в пути будет Электричка примерно 3 часа Тоже оформляется по паспорту И опять же указывается Номер вагона И номер места Особенность в том Что если отправление идет Вот с поселков С малых населенных пунктов Краснодарского края То нужно заранее Слушать объявления на вокзале Так как не все двери Не всех вагонов Будет открываться Чтобы не пропустить вагон Нужный То есть был, например Вот в билете Вагон номер 7 С Лазаревского до Краснодара Но в 7 вагоне Не открывались двери И естественно на вокзале Объявили Там открытие было Дверей у трех вагонов Но в основном Это рядом с локомотивом будут Если в целом Когда покупается билет без спешки Здесь уже не было страховки С Лазаревского до Краснодара То есть предварительно спросили Что есть вот такая функция в билете И естественно 300 рублей Вот например с трех билетов Было сэкономлено Также проезд стоит 554 рубля До Краснодара Расстояние то же самое Это обслуживание осуществляет Северо-Кавказская ФПК Но также особенность в том Что при посадке вагон Сразу же лучше приготовить тот же паспорт Потому что бывает сразу же спрашивают Там есть проводники Как и в поездах дальнего следования И они сразу проверяют Какое место, какой вагон Поэтому лучше сразу подготовить И с Краснодара когда ехать И до Краснодара То же самое сделать Чтобы он далеко у вас не лежал А был рядышком И в самом же вагоне Еще будут проводники проходить Также просматривать Какие места Какой номер вагона В общем будут смотреть еще раз Документы Опять же в электричках Краснодарского края Двери нужно открывать Самостоятельно Там есть специальная кнопочка Посередине дверей И когда машинист объявляет Остановку То при остановке Нужно нажать на данную кнопку Там засверкает лампочка И следовательно Двери откроются В целом же электричка Внутри хорошего состояния То есть все выглядит добротно Сидушки Есть и места Для больших чемоданов Большого груза Можно туда положить Там специальные корзинки металлические Также есть и комфортные туалеты Закрываются тоже И есть там умыться возможность То есть и вода есть И поручни Все очень удобно Чистенько Аккуратно Сама электричка Если вот такая ласточка Движется на дальние расстояния Она проезжает за 3 часа Очень мало остановок Где-то 3 остановки будут В крупных населенных пунктах И в основном едет без остановок С большой скоростью Достигает скорость даже 115 км в час Орудка